итак давайте приступим прежде всего снимем старые струны вот такая вот мандула но может помочь кстати универсальная вещь есть колки и обрезка старых струн для акустики снятия пинов вот сейчас все покажу порядок снятия принципе значения не имеет сначала ослабим все чтобы избавиться от лишнего натяжения прекрасно снимаем если вы не планируете использовать их в дальнейшем что вряд ли то можно снимать и не очень бережно когда снимите старые струны можно просто провести пальцем и вы увидите сколько на них накопилось грязи они действительно шершавые это становится причиной того что струны перестают строить звучать ну и все-таки они имеют свойство вытягиваться поэтому не мензуру настроить уже невозможно не собственно строить гитару как следует старые струны рекомендую скрутить в колечко и выбросить помните во времена моей юности когда со струнами был дефицит мы их варили сейчас никто в это не поверит но приходилось это делать то есть струны старые опускались кипяток чтобы избавиться от жира грязи и ставили снова так далее очень рекомендую перед установкой струн проверить наши колки чтобы не было люфта на колках такого типа да в принципе на всех достаточно хороших колках есть две вещи во первых регулировочная гаечка вот она если она болтается ее стоит немножко затянуть и второе вот здесь есть винты под отвертку опять же если колки люфтят то стоит затянуть вот эти гайчики и вот здесь отверточкой они отвечают за плавность хода и соответственно за того как колок здесь расположен то есть болтается или нет у меня все хорошо а нет не все хорошо так ну вот сходил за ключиком меня есть ключ на 10 вот этот колокольчик явно болтается подтягиваю аккуратно без фанатизма заодно пройдусь по всем со временем естественно в вибрации все это разбалтывается все превосходно далее что мы с вами делаем видели на струне сколько грязи на грифе ничуть не меньше поэтому было бы совсем неплохо почистить его тоже есть куча разных средств магазинах дорогих дешевых я принципе обычный спирт использую чтобы там не говорили и чистим нашу накладку от всей этой грязи простой ватный тампон сейчас я покажу что у меня получилось с учетом того что струна и меня и достаточно часто и руки моем перед игрой как перед едой вот так все это дерьмище у вас на грифе это я прошел один раз и не особо тщательно та же самая история но тем не менее далее поскольку накладка у нас все-таки не из композитных материалов а из дерева почищу за одну голову уж очень пыльная так вот поскольку накладка у нас из дерева она подвержена воздействию влаги и прочим делам поэтому ее необходимо увлажнять опять же масло муз магах есть всевозможные вещи отдам лап еще чего-то стоит много денег я струны меняя часто поэтому выбрал более бюджетный вариант обычное лимонное масло которое продается в любой аптеке сейчас начнут кричать что ты мудак ты ничего не понимаешь да но специально разрабатывал по нанотехнологиям честно говоря разницы никакой не увидел пользовался и тем и этим исключением цены лимонное масло из аптеки стоит ну пусть не в 10 но в 5 раз дешевле точно берем обычный ватный тампон и тщательно втираем масло в накладку причем реально тщательно вот так сияет как полированная проходимся по всей накладке и наслаждаемся видом красоты у меня стоит палисандр очень красивое дерево так бутылочки хватает на на 3-4 раза итак пусть немножко масло подсохнет и продолжим ну вот накладочка просохла ставим струны по струнам спорить не будем здесь все зависит на вкус и на кошелек ну я вот ставлю такие калибр струн опять же зависит скорее всего задачи от ваших вкусов ну и возможно от ваших навыков от вашей гитары конце концов у них есть разное натяжение струн зависит от мензуры вот это у меня 25 и 5 итак достаем в каком порядке ставить в принципе значение не имеет начну с толстой старые струны чтоб не болтались можно сразу теперь смотрим внимательно ставили струну дальше делаем вот такую фишку натянули ее до колка отмеряем примерно до следующего колка примерно вот этого расстояния нам хватит чтобы сделать два два с половиной оборота если вам показывается что-то коротко не бойтесь практика многолетняя показывает что вполне достаточно итак дотянули чуть-чуть сгибаем и вот до этого места вставляем в колочек все достаточно что делаем теперь начинаем вращать колок придерживая вот здесь пальцем теперь вот у нас остается от струны хвостик мы с вами делаем замок он напоминает простую фигуру фига то есть у нас вот этот хвостик зажмется между двумя витками это называется поставить струну замок смотрим чтобы струна была над хвостиком первый виток а второй виток под хвостиком вот так и вот этот хвостик кончик нашей гитары как раз и получается между двумя витками между верхним и между нижним как я говорю получается фига все просто струна в замке больше никогда и никуда она не денется теперь чуть поднатягиваем и вот здесь кстати может нам пригодиться вот эта мандула струна должна быть натянута чтобы не дай бог не было слабины иначе витки у вас расползутся проверяем как она лежит вот в этих местах на сторонодержателе там ролик или может быть как на стоп барах стоит седло то есть усаживаем в нее и делаем натяжку что делать с хвостиком есть куча вариантов можно оставить его болтаться так если не боитесь выколоть себе глаз или еще что можно свернуть его в колечко будет красиво я действую более радикально я его просто тупо откусываю струну нужно натянуть так чтобы она просто не болталась и соответственно не съезжала с наших витков далее вторая ну или в данном случае пятая та же самая история вставляем струнодержатель отмеряем нужный нам колок сделаем вот так отмеряем нужный нам колок дотягиваем до следующего делаем небольшой изгиб который собственно и отмечает то место до которого струна залезет скалок вот так и начинаем закручивать тот же самый алгоритм хвостик под струной хвостик над струной все струна в замке проверяем положение на седле или на ролике и держа натяжку натягиваем струну хвостик откусываем или закручиваем да когда будете откусывать хвостик действуйте очень аккуратно чтобы случайно не откусить струну следующее абсолютно то же самое доводим до нашего колка отмеряем до следующего чуть-чуть сгибаем делаем замок хвостик под струной хвостик над струной проверяем положение седла или ролика подтягиваем укладываем в прорезь порожка что делать если струна последняя колки кончились опять же примерно прикидываем расстояние между колками и отмеряем примерно столько же ставим струну в замок очень важно соблюдать натяжку чтобы наши витки всегда были один на другим и не смешивались между собой тогда каждый нижний виток будет поджимать верхний и струна будет надежно зафиксирована для того чтобы струна не сползала не обязательно делать 120 витков до самого низа колка достаточно двух двух с половиной все аккуратненько откусываем чтобы не откусить струну вот собственно говоря и все попробую записать следующее видео где мы отстроим прогиб грифа то есть будем работать с анкерным стержнем и настроим мензуру то есть то есть это как это это